Друзья, всем привет! Приехал с Астрахани, значит, привез рыбки судачка-сазанчика, и Серега наловил карасей. Наловил карасей, и сейчас из этих карасей мы будем делать рыбные консервы. Рыбные консервы будем делать в томате. Что для этого понадобится? Значит, нам понадобится, значит, сковородка, обжарить, значит, морковку, лук на этой сковородке. Значит, три морковки, три луковицы. Это на 16 банок, я говорю вам, полулитровых. Значит, все это дело обжариваем минут 15-20 до такого мягкого состояния. Вот, постоянно перемешиваем. Вот. Туда вываливаем томатную пасту. Три банки, такие металлические, стандартные, не знаю, сколько там, 360 грамм или сколько. Вот. Все это дело перемешиваем, солим, сахарем по вкусу, все это дело перемешиваем, перекладываем в какую-нибудь посудину, значит, и этой заправкой будем наполнять. Будем наполнять, значит, наши баночки. В баночки предварительно мы еще положим, значит, четыре острых круглых вот этих вот горошком перчика, два душистых, две гвоздики и маленький-маленький-маленький кусочек лаврового листика. Маленький, потому что мы пробовали большие класть, половинки класть, и это приводило, скажем, ну, горечи какой-то. Вот. Значит, все это дело наполняем. Значит, кладем в каждую банку, будем класть в каждую банку, значит, три столовые ложки. Две положим вниз, сверху накидаем рыбы, упрессуем это дело, и сверху положим еще столовую ложку вот этой нашей заправки. Томатная паста, лук, там, значит, да, морковь. Вот. И все, закатываем и ставим в автоклав. Значит, поставим в автоклав и будем готовить, ну, до того момента будем готовить, пока наш автоклав не наберет четыре атмосферы. Четыре атмосферы, это где-то там 100-110 градусов. Вот. Сейчас я вам еще покажу, когда она доберется до четырех, я, как бы, вам не каждый день готовлю, поэтому не помню. По-моему, 110 градусов будет. Вот. И как наберется четыре атмосферы, мы после этого будем готовить, значит, рыбу, в принципе, можно готовить 20 минут. Можно от 20 до 30 минут. Вот. Ну, в среднем 25 минут готовится, и все готово. Выключаем и оставляем автоклав до полного охлаждения. Вот. Обычно я готовлю это вечером, утром, грубо, все это дело я уже вынимаю. Если автоклав не остыл, я его еще принудительно остужаю, допустим, холодной водой, ставлю автоклав в тазик, и заливаю его, постоянно, грубо, льется холодная вода, и он довольно-таки быстро остужается. Вот. Все. Начинаем готовку. Начинаем, как говорится, фасовать наши банки вот этими, значит, этими приправами и нашими карасями. Все. Погнали. Серег, караси твои сейчас будут уже скоро готовы. Так. Вот такими кусками рубим рыбу. То есть, если маленькая, можно оставлять целиковую. Это даже вот маленькие кусочки. Лучше вот такие большие. Для заправки пережариваем морковку с луком. Пережаренный лук с морковкой. Берем томатную пасту. Вываливаем все это сюда. На 16 банок мы 3 банки такие. Все это перемешиваем. Так. Теперь надо посолить и посахарить. Так. Это крупная соль. А что, мелкая в доме пропала? Это считается мелкой. Написано мелкой. Это нам теперь, короче... Это сахар пошел. Все это перемешиваем. Так. Все мы перемешали. Получилась у нас вот такая масса соли и сахара. Ну, в принципе, получилось достаточно такая, я бы сказал, соленая-сладкая масса. Но приятная. Можно так есть. Так. Итак. Начинаем наполнять наши банки ингредиентами. Четыре черных перца горошком в каждой банке. Следом мы отправляем по два душистых. Это по таким большим-большим. Они чуть побольше в размере. И далее мы сейчас отправим туда гвоздику тоже. Две штучки. И немного, совсем немного, лавровый листик. Сейчас покажем сколько. Вот такими кусочками. Мы к этому пришли тоже методом, скажем, проб и ошибок. Вот. Раньше клали по половинке. Сначала вообще чуть-чуть не целые. Там не помню, короче, как это все начиналось. По-моему, по половинке. Но это как бы... Нам показалось, что это пригарщивать стало. И мы стали вот так вот нарезать. То есть, ну, на такую вот банку, я думаю, что... Это не испортит, а даст какой-то определенный шарм. Так, отправляем гвоздику. По две штучки в каждую банку. И далее отправим лавровый листик, который мы сейчас порезали. И вот две баночки мы сейчас сделаем без лаврового листика. Вот попробуем, как это будет без лаврового листа. Лавровый лист дает какую-то определенную грачинку. Но кому-то нравится, кому-то нет. Попробуем, что получится без него. Все. Теперь мы сейчас эти баночки будем наполнять нашей томатной пастой. Ну, не наполнять, а кинем туда по две столовые ложки на дно. Сверху я буду сейчас набрасывать рыбу, упрессовывать ее. И поверх рыбы еще одну столовую ложку томатной пасты мы добавим. Потом все будем закрывать. Итак, погнали. Томатная паста не жалеем. Она даст сок определенный, она даст вкус. Это будет вкусно. Морковка, лук, это все даст определенный вкус. Рыбу на самом деле можно использовать любую. Рыбу, бычки, там, я не знаю, караси, подлещики, плотван, красноперка, щука, судак, сазан. Без разницы что. Что у нас есть под рукой, то мы и используем. Итак, а у нас сегодня карась. Значит, смотрите. Значит, есть два рецепта. Можно его посолить. То есть мы его пересолили. Он у нас как бы, ну, перемешали сильно. Можно оставить на стоят, чтобы он посолился в холодильнике. Вот, все это просолено. А есть другой рецепт. Можно ничего не солить. И можно, грубо говоря, вот сюда еще добавить по неполной чайной ложке соли. Ну, скажем, вот прям вот без горочки. И будет очень вкусно. Итак, погнали наполнять наши банки. И после того, как мы их заполним, еще сверху добавим по столовой ложке томатной пасты. Будем закатывать и загонять уже в автоклав. Так, все, погнали. Куски рыбы лучше делать большими, чтобы они не разваливались. Можно, конечно, мельчить, но получится просто каша. Лучше делать большими. Единственное, как бы, прессовывать их сложновато. Но ничего страшного. Сейчас я наполню, вам все покажу. Опять же, есть такой небольшой секрет. Вот эти вот, ну, скажем, ребра можно подрезать, чтобы они не топорчились. Чтобы лучше прессовывалось. Получается вот так вот. По поводу плавников. Кто-то спрашивает, допустим, плавники обрезать, не обрезать. Вот, ну, мы обрезали, что-то не обрезали. Ничего страшного. Все в топку. Все туда. Все это переработается. И ничего страшного не будет. Чистить? Да, рыбу надо чистить. То есть, нечищенная рыба, я думаю, есть будет невкусно. Вот, целиком вот такая рыбка. И мы ее туда. Бац. Итак, значит, мы наполнили банки рыбой. Вот так вот получилось. Вот что получается, когда мы закатали уже в банки. И теперь опускаем их в окно. Раз. Давай, подавай мне. Два. Трис. Единственное, что-то у нас в баночке, как бы не все крышки опускаются обратно на место. Немного превздутые, скажем так. Вот, кто что знает, напишите. Ну, в холодильнике хранить это можно, ничего страшного. Но вот, не в холодильнике, наверное, это не стоит. Так, не фут 16. У нас 16 банов. Две винтовые. Так, все, сейчас наливаем воду. Закрываем автоклав и ставим на огонь. Главное, не забывайте наливать воду. Все, затягиваем. Сейчас вот этот болт здоровый. И все. Так, затягиваем. Ну, как так вот от руки. Без фанатизма. Потому что давление изнутри все равно будет давить. И смысла в сильном затягивании нет. Так, сейчас через этот ниппель будем накачивать, подавать полторы атмосферы. Полторы атмосферы где-то будут вот здесь. И все. И потом ставим на огонь. Догоняем до 4 атмосфер. Температура будет где-то вот здесь. Это 110. Там будет в районе где-то от 100 до 110 градусов. И будем готовить в течение 25-30 минут. Все. Так, накачиваю я вот таким насосом. Имеется у меня вот такой ящик. Насос, кстати, Беркут. Кому интересно, там ссылка в описании. Так, ящик. Там стоит, значит, аккумулятор. Клемы. И здесь выход на прикуриватель, на асфальт. Ящик. Ну, показывает индикацию зарядки аккумулятора. Зелененький, если дарил оба полностью. Но я им пользовался, поэтому уже край. Это желтенький. Все. А можно, в принципе, напрямую к аккумулятору просто кинуть клемма там и все. Ну, что, друзья мои. Вот пробуем. Друзья, это самый, наверное, вкусный рецепт, который я пробовал. На самом деле, все просто. Единственное, как бы вот, пережарить лук и морковку. Для меня лично, как бы, это небольшая проблема. А так, в принципе, все просто. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok